Здравствуйте всем! Всем привет! Меня зовут Полина, это канал Нивел. И сегодня такой знаменательный день. Я буду учиться готовить. Представляете? Я не знаю, как так получилось, что я ничего не умею готовить, кроме бутербродов и яичницы. Я правда вообще ничего не умею готовить. Но когда я вижу вот эти сладкие вкусные тортики, что кажется, теперь настал тот час. Пора. Пришло время научиться готовить по видеоурокам. Я никогда ничего не стряпала, не пекла, поэтому у меня нет практически ничего, чтобы делать торты. Поэтому мы едем в магазин! Магазин! На улице Ноябрь. Антон, тебе нормально в шортах? Нормально. Положи на место, не разбей. Красная вещь. Вот все, что мне понадобится для моего первого торта. У нас тут бомжи какие-то. Так, это супчик. Вот в нашей семье есть гены поваров. Я думаю, что не все так потеряно, что у меня все получится. Ты веришь в меня? Неа. Иди со своей кастрюлей. Фартук в студию. Ну, как истинный повар, конечно же. Надеваем в фарту. Итак, для самого первого торта я решила выбрать вот такой вот туториал на ютубе с таким вот смр-ном вкусным тортиком. У нас тут свое смр. Кто я? Поваренок. Повариха. Кондитер. Суперядерный полос, он затмит твой мозг. Смотрим туториал очень прекрасной женщины. Берем пакет с печеньями, перемалываем. Это будет сложно. Все. А что так легко было? Покупайте блендер. Хорошая вещь. Вот такая. Ты руки помыла? Да. Вот по-человечески. Это она вообще как первобытная. Так делает вот. Ой. Следующий этап. Она берет 45 грамм melted unsalted butter. California real milk. Да. Ставим в микроволновочку. Пахнет как. Сливочная. Молочная. Опа. Опа. У нас слишком мало получилось. Это было рассчитано на маленькую штучку, а у нас тут тортище прям. Не хватает. Надо ее в три раза больше. Вот, пожалуйста. Пол торта готова. Богдан любит каки. Это мы кладем в холодильник. А теперь мы готовим самое интересное. Какой-то крем. А что у вас рабочее место так засрано? А, ничего. Мы берем крем-чиз 300 грамм. Вот так делает она. Шуга. Шуга. Как я должна рассчитывать 55 грамм? Почему в миллилитрах нельзя? Насыпаем одну третью чашки. Я уже устала. Наши пальчики устали? Потоптали, потоптали. Так, следующее. Что мы сделаем в следующем? Хеви крим. У нас нет блендера. Вместе с этой штуки миксера у нас есть блендер. Надеюсь, эффект будет тот же. Все сломало. Так надо? Да. Славянский секс-шоп. Добавляем. И ломаем печенье. Руками. Тебе не кажется, что у нее выглядит это не таким жидким? Не кажется. Наш коржик застыл. Все просто. Переливаем вот сюда. Сделаю это красиво. Красиво? А что, нет? Ну, чуть-чуть не походит, как и на видео. Все походит. А, рефриджерейт for about four... Пять часов! Вот это нужно поставить на пять часов в холодильник. Пока, тортик, пока. Будь вкусным. Five hours later. Вот. Ну, он такой тверденький стал уже чуть-чуть. Я правильно делаю? Ой. Ну, это разве торт? Мне кажется, что-то оно отличается от оригинала. Окей. Как мне все лицо? Спасаем наш торт. Туториали показывали, что нужно просто налить. Наливаем. Как красиво. А теперь надо вот так вот аккуратненько. Вот так вот. Ааа, оно потекло! Завершающий этап. Печенье. Ну, это другое дело, человек. Красивее стало? Да, намного. Та-да! А я сделал суп. Супик. Вот. Настоящий торт. Какое изящество. Назову этот торт шоколадная жопа. Мой тортик застыл. Да, блин. Мой тортик застыл. Я дала ему постоянно несколько часов. И сейчас я хочу, чтобы ребята попробовали мой самый первый тортик. С днем рождения тебя. Это мой первый торт. Я хочу, чтобы вы оценили и попробовали. Пов в тортик. Нет. Главная отдача. Вы слышите хруст безе? А там нет безе. Давайте ложками поедим. Тарелки такие достали. Сейчас будет. Пробуем. Ой. Вкусно? Да. Для первого раза я бы сказал, как нормально. А как вкусно? Вкусно? Мне напоминает печеньку олео. Что? Меня напоминает печеньку олео. Я реваю. Оно очень сладкое. Вот это вот, это белое. Смотрите, как они едят. Им, кажется, понравилось. Вкуснятина. А представьте, что будет, когда я сделаю второй торт. Они вообще-то плохо. Не надо. Очень вкусно, но я на дети. Мой первый торт получился провальным. Он был чересчур очень сладким и невкусным. И на самом деле никому не понравился, хотя ребята старались не подавать виду. Отстой. Так, это был первый торт. Паша! Я же тебе в твой кусок торта потом знаешь, что запихнула. Лед, понял? Да, окей. Это был мой первый торт. Классный Кока-Кола. Кока-Кола-зиро! Следующий торт мы решили с Аленочкой сделать вдвоем. Два разных торта. Торта. Тоже сделаем торт, и потом ребята будут пробовать и оценивать. Именно так. Блин. Так, женщины-поварешки на кухне. В этот раз я буду готовить другой торт. Тоже по туториалу. Он тоже выглядит очень красиво. Вообще замечательно. Я постараюсь, чтобы этот торт получился получше. А ты какой будешь готовить торт? Я хочу готовить шантели-кейк. Поехали! Вот продукты, которые мне нужны для начала моего торта. У меня будет такой торт из блинчиков. Из цветных блинчиков. Я буду максимально стараться, чтобы у меня получилось лучше, чем у Алены. Да-да! Какие девушки красивые. На, серьезно. Я добавляю все на глаз. Потому что в прошлый раз у меня не получалось еще, поэтому... Нет. Алло! А у тебя нормально все? Может тебе помочь? Я нормально. Я, короче, купила вот эти гели. Думала, что это краска пищевая. А это не краска. Это гель для надписей. А я должна была покрасить свои блинчики в розовый. И теперь Антон поехал за краской. Я нигде не нашла сушеную клубнику, поэтому мой гениальный мозг решил, что можно же самим запечь. Так что отправляем. А вот эта вот штука уже у Алены готова. Давай, доставай. Надеюсь, она готова. Ну, прям кухарка-кулинарка. Ну, какая. Смотрите, как вкусно. Я готова быть женой. Да, Алена свободна. Пишите в комментариях. Мне нужно резюме. Количество денег, сколько вы зарабатываете. А я все еще жду Антона с краской. Пусть Антон услышит. Пусть Антон привезет. Ура, Антон принес краску. Мои нервы уже, они к черту. Все, я... Краска. Немножко. Да, это было много. Согласна. Антон, ты умеешь петь блинчики? Да. Я не буду петь. Не-е-е. Паша всегда гордился, что он очень хорошо блины готовит. Паша! Come here, please! Сейчас меня Паша научит печь блинчики. Короче, смотри, мне надо сделать три блинчика такого цвета. Покрасить еще три блинчика, а потом покрасить еще три блинчика. А, ты масло добавляла? Да, я добавляла масло туда. Муки мало, да? Да, мало муки, надо еще муку. Стоп, что? Оля, ё-моё, ты чё? Так было написано в туториале, типа, кейк, лауэр. Муку надо, муку. А что, можно не приготовиться? Нет. Нормальные люди муку используют. С чего взяли, что я нормальный человек? Это омлет. Да, это получился омлет. Вы когда-нибудь пробовали розовый омлет? Короче, ребята, вывод. Не смотрите эти дебильные японские туториалы. Или какие-то китайские туториалы. У них все через жопу вообще. Молодой талант забубили своими неправильными вот этими списками. Мы приготовили новую смесь. Точнее, приготовил Паша. Ты спас мой торт. Сейчас. Блинчики получаются правильные. Оля вместо муки добавила кейк-микс. Там, обязательно было кейк-флауэр добавить, значит. Мука для тортов. Она добавила микс для тортов. То есть, это готовый торт просто, типа, в порошковой форме. Да, я дебил. Кулинарный кретин. Все это уже поняли. Я не открываю. Паша тоже свободен. Пишите ему в комментариях. Свободен? Да. Да, у меня девушки нет. Блинчики готовят. Рамен готовят. Шашлык вкусно очень. Да что угодно могу. Хватайте. А я Паша. Дорогие подписчики, смотрите, какая Полина талантливая. И торты умеет, и блинчики печь умеет. Ого. Это я сделала. И смесь сама сделала, и блины сама пожарила. Да. Ты знаешь, какой у меня вкусный крем получился? Ты не знаешь. Короче, я расстроена. Это первая вещь, которую мне реально не получается даже со второго раза сделать. Видимо, реально готовка это вообще не мое. Мы все подготовили, чтобы собрать наши торты. У меня это блинчики, у Алены это коржики. Что ты улыбаешься? Не смешно. Та-дам! Авторские торты. Ставьте лайк за наши старания. Мы сегодня целый день готовим. Та-та-та-та-та-та. Первый тортик будет Аленин. Что-то он режется так, как будто он сейчас потечет. Красиво очень. Пробуем, девочки, на вкус. Честно, ужасно вообще. Вообще ужасно. Первый критерий. Аккуратность. Раз, два, три. Та-дам! Все круто, но с одной стороны он чуть-чуть такой... Антон, хватит жрать. Работаем. Оригинальность. Мнения разошлись. Сверх необычный. Да, я такой торт никогда не пробовал. Антон, а ты почему два поставил? Потому что я знаю, что такое оригинальный торт. Покажи, удиви. О, вот это оригинальный. Да, ну конечно, нас с дочкой по сравнению с этим я согласна. Вот это оригинальный торт. Вот это оригинальный торт. Ну и последний. Вкус. Все вкусно, кроме самого теста. Оно немножко такой привкусно мне очень понравилось. А мне наоборот. Да? Вот здесь вы видите суммарный балл Алены. Вот здесь. Вот. Вот он. Да, теперь настал мой торт. Слушай, а режется-то хорошо. Режется-то хорошо. Маша! Ну, почти как в туториале. Чуть-чуть немножко отличается, конечно. Ну, вкусно. А вы не добавляли сахар в блинчике, нет? Непередаваемое ощущение. Как будто ешь блины со сметаной. Оригинально. Да. Подождите, я еще не распробовал. Не, я все, я вам не распробовал. Аккуратность. Ура! Это было почти аккуратно. Оригинальность. В смысле? Оригинальность. Ты когда-нибудь верил торт без туториала? Ты когда-нибудь ел блины со сметаной? Ну, и теперь вкус. Если честно. Блинчики вкусные, но не как торт. Второй мой торт получился уже лучше и гораздо съедобнее. Но все равно я проиграла на одно очко. Отстой. А теперь я хочу попробовать свой торт. Ой. Вкусно. Я не знаю, что мне понравилось. Очень вкусно. У-у. Лайк. Супер ядерный полос, он затмит твой мозг. В эфире шоу кондитер. И сегодня я буду стряпать нечто. Свадебный торт. Ну да, сразу хардкор. Короче, я пересмотрела кучу туториалов. Очень долго подсчитывала все калории. Калории. Калорий будет много. Выбирала и долго подсчитывала, сколько мне нужно ингредиентов. Потому что, мне кажется, это основная моя проблема. Вот это вот ингредиенты. Че, сколько там вмешивать надо в пропорциях. Это я не понимаю. И вот это вот мне все понадобится для одного большого свадебного тортика. Я за кадрами спеку все коржи, потому что это будет очень долго. А потом мы с вами вместе будем собирать и украшать этот торт. У меня огромное облегчение моей задачи. У нас есть вот такие вот готовые миксы для торта, для коржей. То есть, тут нужно будет добавить только воды, масло и яиц. Поэтому, думаю, коржи точно получатся хорошие. Сегодня уже второй день. Вчера я целый день пекла коржи. Вот, посмотрите, это верхний слой. Это средний слой. Это Игорек, а это Санек. А это нижний слой. А вот тут вот лежат два больших коржа, которые нужно будет еще вырезать. И сейчас я готовлю крем. Вот этот будет внутри, а вот этот вот снаружи. Его пока нет. Он одет в спецназ. Это микрозасосы, посмотрите. Меня встретили пару муравьев. Муравьев. В общем, да, сейчас я буду готовить крем для выравнивания наружный, белый и вкусный. Твердый. Вот такой вот первый ярус у меня получился. Очень кривой, но надежный. Почему это так сложно? Почему это так некрасиво? Э, слышишь, это мой свадебный торт. А, вот не скажу. Вот такой вот у нас наружный крем получился. Мы этим кремом будем смазывать наш корж сверху. Типа для красоты. Вау. Красиво. Ну, настоящий кондитер. Только кондитеры так делают. Это я. Это самый ровный торт, который ты делала. Правда? Да. Хороший тортик. Как? Что делать? Непонятно. Нормально получится. Еще получится. Нет. Короче, мне на помощь пришли две феечки. И вот вроде бы что это намечается. Теперь приступаем ко второму этажу. Ура. Аккуратно. Та-да. И сюда мы уже добавляем супер вкусный крем, потому что вот второй слой уже едят. Первый не едят, второй едят. Второй. Третий слой. Как сливочно. Вкусно. Представляете, как сладко. Попа слепнется. Вот такой торт у меня вышел. Свадебный торт. Но это еще не все. Шоу-кондитер не заканчивается. Короче, какой-то он бледный, да? Согласитесь? Поэтому я беру вот так. Дробаш. Рыбак. Куп. Пой. Все, все, хватит, хватит. Ну, спасибо. Кто его пустил на площадку? Вы убираете? Ключевая деталь. Заключительная. И невеста. Вот такая. Тоже будет стоять на тортике. Та-да! Ура! Торт готов! Вы не представляете, как я счастлива. О-о-о. Хорош. Напишите в комментариях, какой торт понравился вам больше. Ну, а свадебный торт получился красивый, вкусный и большой. Но чуть-чуть с изюминкой. Ха-ха-ха-ха-ха. Жопу разбила конкретно. Как говорится, разорвало. Принимаю заказы на свадьбу, кстати. Но только это будет стоить очень много денег. Очень дорого. Всем пока. Бу-у-у. Бу-у.